Юрий Аркадьевич Губ, первый доктор технических наук Омского машиностроительного института, профессор, заместитель директора Ворошиловградского в дальнейшем Омского машиностроительного института 42-47 годов, декан механико-технологического факультета 47-49 годы, первый заведующий кафедрой теории механизмов и машин 1942-49, 1952-61 годы, организатор и руководитель первой аспирантуры Омского машиностроительного института ОМГТУ. Юрий Аркадьевич Губ родился 23 июня 1906 года в Одессе в семье инженера. В 1910 году семья переехала в Харьков. Юрию рано пришлось начать трудовую деятельность. С 1922 года, то есть с 16 лет, он сочетает учебу с работой, помогая семье в эти тяжелые годы. В 1923 году Юрий Аркадьевич Губ окончил профтехшколу при Харьковском технологическом институте и в том же году поступил в Харьковский институт народного образования ХИНО на математическое отделение. В 1924 году умер отец. Юрию пришлось полностью обеспечивать себя самому. Работал подручным слесарем. В 1925 году Юрий Аркадьевич перевелся в Харьковский технологический институт и окончил его в 1930 году, получив специальность инженера-гидромеханика. Еще в годы учебы он начал инженерную педагогическую деятельность. Юрий Аркадьевич выполнял инженерные работы на Днепрострое, это в Стромстрое, преподавал на РАПФАКе ХИНО, позже на первом курсе ХИНО, РАПФАКе ХТИ, в группе Партысячников и в электротехникуме. В 1929 году ХТИ был переименован на политехнический. В 1930 году он был разделен на шесть вузов. Одним из них стал Харьковский механиком машиностроительный институт, где и стал работать Юрий Аркадьевич, принимая деятельное участие в разработке двигателей, среди которых был знаменитый танковый двигатель Б-2 в лаборатории ДВС двигателя внутреннего сгорания под руководством видного ученого в области двигателя строения Якова Моисеевича Майера на должности младшего ассистента. С мая 1931 года лаборатория становится филиалом института, которому поручается разработка эскизного проекта авиационного дизеля большой мощности. В 1932 году филиал преобразован в украинский научно-исследовательский авиадизельный институт УНИАДИ Гражданского воздушного флота. В 1930-е годы Харьковский паровозостроительный завод осваивал новые типы танков для выполнения самостоятельных задач. Новые машины потребовали более мощных моторов. При отсутствии специальных танковых использовались авиационные бензиновые. Однако они были недостаточно выносливы и экономичны по расходу топлива. Но самым главным недостатком была их высокая пожароопасность. Наиболее привлекательными для танков были дизельные двигатели. Дизельный отдел ХПЗ, руководитель Константин Федорович Чилпан, приступили к выполнению задания. Прототипа такого мотора не было ни в СССР, ни за рубежом. Поскольку у авиационного и танкового дизелей было много общего, решили объединить усилия УНИАДИ и ХПЗ. К концу 1934 года, после успешных испытаний, появилась проблема резонансных колебаний. ХПЗ был передан УНИАДИ, получивший название НИИ-466 и ЦИАМ, Центральный институт авиационного моторостроения. Именно этим специалистам пришлось доводить конструкцию танкового дизеля и налаживать его производство. Стендовые испытания выявили целый ряд недостатков. Среди них претензии к динамической прочности двигателя. Были проведены исследования динамики шатунно-поршневой группы дизеля сотрудниками НИИ-466 ГОПом и Глаголевым. Особенно много проблем было с коленчатым валом из-за форм щек. Изменили овальную форму щек на круглую, поломки прекратились. Самым важным недостатком была невозможность работы двигателя в определенном интервале оборотов из-за сильных крутильных колебаний коленчатого вала. Неудачи происходили в 1936-38 годах. На заводе развернулись массовые репрессии. Были уничтожены директор завода, начальник танкового КБ, конструктор танков БТ, начальник танкового отдела. Не пощадили органы НКВД создателя первого в мире танкового дизеля Константина Федоровича Челпана. И все-таки в 1938 году танковый двигатель Б-2 был внедрен в серийное производство и можно считать его выдающимся достижением отечественного машиностроения. Он устанавливался не только на легендарной 34-ке, но и на всех средних и тяжелых боевых гусеничных машинах в годы войны. Дизель Б-2 является основой современных российских танковых двигателей. Одним из ведущих специалистов, занимавшихся динамическими расчетами на прочность, был Юрий Аркадьевич Гоп. С самого начала работы в Униаде он стал выполнять самостоятельную научно-исследовательскую работу, посвященную изучению новых для двигателя строения проблем, колебаний двигателей. Юрий Аркадьевич Гоп сразу проявил себя с самой лучшей стороны и уже 13 февраля 1932 года был утвержден старшим инженером отдела динамических расчетов Униаде и в том же году с научным сотрудником. За первые три года работы в институте Юрий Аркадьевич провел ряд теоретических, экспериментальных и расчетно-конструкторских работ. В течение пяти лет, 1933-1937, Гопом было опубликовано 16 статей, посвященных крутильным колебаниям валов, методам их гашения, а также расчетам нелинейных колебаний. Для того времени это очень значительное количество публикаций. Он сконструировал три типа поглотителей крутильных колебаний, разработал метод расчета демпферов. В течение этих лет Юрий Аркадьевич стал одним из лучших специалистов СССР по демпферам и антивибраторам. Книга молодого харьковского ученого явилась первым подробным исследованием, посвященным маятниковым антивибраторам, напечатанным на русском языке. В конце 1930-х годов Гопу Юрию Аркадьевичу пришло признание. Его научная работа была примирована на конкурсе молодых ученых Украины. Начальник ВВС РКК, командарм 2-го ранга Алкснис, наградил Юрия Аркадьевича именным хронометром. Центральная квалификационная комиссия Аэрофлота постановила утвердить Юрия Аркадьевича Гопа старшим научным сотрудником УНИАДИ по специальности двигателей внутреннего сгорания. По ходатайству УНИАДИ, переданного на рассмотрение Совета Московского авиационного института вместе с 12 печатными трудами соискателя, 25 мая 1938 года Совет МАИ постановил присудить Гопу Юрию Аркадьевичу степень кандидата технических наук без защиты диссертации. В октябре 1941 года Юрий Аркадьевич Гоп был назначен заведующим кафедром теории механизмов и машин, но в это время Харьковский механико-машиностроительный институт был эвакуирован и к обязанностям заведующего он не приступил, поскольку добровольцем вступил в Красную Армию. В звание инженера капитана он был направлен на Урал, в новую формирующуюся танковую дивизию, но в декабре 1941 года вышел указ о демобилизации из армии технических специалистов, включая всех кандидатов наук. Юрий Аркадьевич направляется в Омск, где в 1942 году на базе эвакуированного Рашиловградского вечернего машиностроительного института был организован Омский машиностроительный институт. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы от 21 ноября 1942 года в структуре МСИ была организована кафедра теории механизмов и машин. Первым ее заведующим был назначен доцент Юрий Аркадьевич Губ. До апреля 1946 года на кафедре преподавали сопротивление материалов, деталей машин и гидравлику. С января 1943 по март 1947 Юрий Аркадьевич является заместителем директора по учебной научной работе. С июня 1947 до августа 1949 декан факультета. С 1949 года зачислен в докторантуру при Институте машиноведения Академии наук СССР научный консультант Николай Николаевич Боголюбов. В 1951 году окончил докторантуру и вновь возглавил кафедру теории механизмов и машин в ОМСИ. В 1953 году Юрий Аркадьевич защитил докторскую диссертацию на тему прикладная теория нелинейных колебаний механических систем. В 1954 году ему присвоено звание профессора по кафедре теории механизмов и машин. В 1955 году на кафедре ТММА открылась первая аспирантура в ОМСИ, которую организовал и ею руководил Юрий Аркадьевич. Под его руководством было выполнено пять кандидатских диссертаций. 30 декабря 1961 года Юрий Аркадьевич Гук уволился из ОМСИ и в 1962 году вернулся в Харьков. Работал на кафедрах автоматики, телемеханики и электрооборудования радиотехнических устройств Высшей инженерной радиотехнической академии войск ПВО имени маршала Советского Союза Говорова. В августе 1968 года в связи с ухудшением здоровья Юрий Аркадьевич уходит на пенсию. 10 декабря 1972 года скончался от инфаркта миокарда в возрасте 66 лет. Работая в ОМСИ, Юрий Аркадьевич Гук активно занимался научно-исследовательской деятельностью, много внимания уделял внедрению результатов своих научных исследований в производство, поддерживал связи с промышленными предприятиями, оказывал им консультативную помощь. В период работы в ОМСИ награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Из воспоминаний выпускников ОМСИ тех лет, Романовских, Блюмфе, Дулеевой. Нам очень повезло с учителями. Это были учителя с большой буквы. Одним из них был Юрий Аркадьевич Гук, высокообразованный, интеллигентный, прекрасно читавший нам лекции по теориям механизмов и машин. Он представлялся нам образцом ученого и преподавателя. Да он таким и был, и мы в этом не сомневались и относились к нему с огромным уважением. И даже студенческая фраза тех лет «Не говори гоп, пока не рассчитаешься, Сарончик», его жена преподавала нам теоретическую механику, говорит о том, что уровень их работы был очень высок. При защите курсовых работ могла присутствовать вся группа. Ребята могли задавать вопросы и получить исчерпывающий ответ. И это был один из методов обучения студентов.